здравствуйте и добро пожаловать в мир кино с вами маргарита филимонова представляю вашему вниманию фильм зеленая книга 2018 года который расскажет нам о дружбе людей из разных социальных слоев да и еще и с разным цветом кожи что остается проблемой даже в нашем толерантном обществе уже не раз подобная тема экранизировалась с другой стороны фильм с не совсем типичными персонажами утонченным интеллигентом эрудитом и музыкантом оказывается чернокожий мужчина явно не бедствующий но это однако не делает его в хожем в абсолютно любые двери тем более что действие развивается во времена когда в сша с терпимостью было все куда хуже цвет кожи для части общества все еще как клеймо и будь ты трижды поцелован богом и одарен настоящим талантом они все равно будут с презрением и недоверием относиться к человеку вышибала по имени тони не отличающийся терпимостью воспитанием и манерами берется за немного странную для него работу я полагала что он вызовет у меня вначале больше не приязнь но в целом неплохой человек ну а дальше традиционное столкновение культуры взгляда на жизнь переосмысление некоторых вещей словом это путешествие не пройдет без следа для обоих мужчин что интересно в финале я увидела фотографии прототипов этой истории оказывается кино снято на реальных событиях и зеленая книга название со смыслом в свое время был издан специальный справочник для чернокожих с указанием гостиниц магазинов и всего прочего где они могут переночевать или сделать покупки ведь делать это совместно с белыми было нельзя честно говоря за некоторые поступки отдельных персонажей было даже стыдно смотрелись они дико и отвратительно но из песни слов не выкинешь кроме того расслоение в обществе и сейчас имеет место быть мало просто заработать денег нужно еще и заслужить уважение и сказать что за несколько десятилетий все стало по-другому нельзя несмотря на солидную продолжительность просмотр для меня оказался очень легким были забавные эпизоды причем с достаточно хорошим адекватным юмором актеры играли замечательно не знаю умеет ли на самом деле один из главных героев играть на фортепиано но сцены концертов показаны здорово было чувство что человек сам играет и музыка замечательная фильм красота по-американский 1999 года входит в 100 лучших кинолент и на мой взгляд совершенно заслуженно картина повествует о сложностях человеческих отношений мужчина средних лет лестер бернам переживающий кризис среднего возраста устав от лжи и неурядиц решается круто изменить свою жизнь неудовлетворение от жизни в течение долгого времени накапливалось в нем кризис в отношениях с женой сложности на работе отбившиеся от рук дочь все начинается с того что рядом с особняком семьи бернам селятся новые жильцы военный до мозга костей фрэнк фитц его жена и сын рики в один поворотный во всех отношениях день придя с женой на баскетбольный матч в перерыве которого в группе поддержки выступает его дочь лестер видит подругу дочери анджелу с этого момента и начинается кардиональные изменения лестера он больше не желает лицемерия в отношениях с женой которая к тому же еще и изменяет ему тому же жизнь превратилась в рутину и вдруг встряска а что будет дальше посмотрите сами фильм оставил у меня неприятный осадок в то же время могу высоко оценить работу режиссера ведь именно сильного впечатления он и добивался от зрителя все-таки я считаю что смотреть стоит сильные эмоции вам обеспеченные фильм яркий снят качественно актеры играют так что им веришь ситуации и события которые происходят увы будут актуальны всегда рутина семейной жизни равнодушие нежелание понять друг друга профессиональное выгорание супружеские кризисы и трудности подросткового возраста а сегодня у меня на этом все желаю приятного просмотра здравствуйте меня зовут руслан я шеф-повар кафе чалома сегодня вам я вам покажу салат портофина и как делать для этого нам нужны форель холодного копчения так стружковый фасоль пекинка свежий угры с лимон маслина соус от чепа это специальный соус для салата портофина и икра красный так сейчас будем резать пекинскую капусту и угры с соломкой дальше берем стружковую фасоль замороженную так разморозим и вот тоже добавим сюда так грамм 30 и потом возьмем форель холодного копчения форель там сейчас мы будем резать с кубиками тоже грамм 30 так салат принципе готов сейчас сюда можно добавить соус от отчетка называется это специальный соус для салата портофина добавляем грамм 50 это на одну порцию так размещаю сейчас про можно руками можно и специальным прибором а я делаю руками так мне удобнее просто так положим сюда я ли салата сюда положил ну для украшения и для ну можно тоже есть это для салата для украшения мы берем то же самое форель холодного копчения сейчас покажу вам вот нарезать тонкими слоями то есть сейчас я заворачиваю корень для украшения фонтик и потом берем лимон тоже так лимон тоже для украшения ну можно вот потом сделаем потом берем масага ну и красная так это тоже для украшения сейчас буду я вам показывать можно еще украсить салат петрушкой и можно и сюда можно ну где хотите можете положить на это вот так делаю вот такой салат у нас получился вот салат такой можно приготовить домашних условиях всего вам доброго всем здравствуйте дорогие друзья сегодня с вами я таркина мария альбертовна руководитель студии восточного танца мария мы сегодня продолжим с вами изучать с нашу связку и завершим ее давайте сразу же начнем на прошлом занятии мы с вами завершили наш урок на движение бочка на пяточках повторим бочка вперед подаем бедра 1 2 пяточками работаем 3 4 5 6 7 8 следующее движение очень энерго затратная любой человек который начнет это движение делать вы вспотеете прям буквально за 15 секунд можно прям худеть с этим движением и так это колен движение называется шимми либо бисер как хотите без разницы основа этого движения коленная тряска мы с вами изучали на том уроке прямые ножки и мы болтаем назад 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 как будто сзади что-то вбиваем да и теперь эту тряску мы максимально сильно начинаем затрясать чтобы все-все-все тряслось и встаем на полу пальцы на носочки встаем начинаем затрясать трясочку делать затрясаем максимально сильно чтобы прям очень-очень все ходуном ходила расслабляем переднюю часть бедра ягодицы и животик все расслабили поехали затрясаем 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 все-все-все у вас трясется это очень энергозатратно но очень красиво и так это значит у нас был бисер мы с вами его делаем прям буквально на 8 счетов раз два три четыре пять шесть семь восемь следующее движение обычное самое простое просто проходка мы делаем шаг вперед раз и назад шаг вперед шаг 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 назад и шаг вперед шаг назад и шаг вперед шаг назад Итак, следующее движение. Движение называется ключ. Ножку ставим на носок. Мы с вами его уже изучали. Это такой сброс бедра вниз. Раз. И раз. Поднимаем бедро вверх. Опускаем вниз. Скидываем. Обязательно скидываем, сбрасываем. И еще один делаем. Добавляем сброс и выкидываем ножку вперед. То есть выпрямляем ногу и обязательно тянем носочек. Раз. И два. Раз. И два. Далее. Следующее движение. Двойной сброс. Поднимаем бедро вверх. И скидываем два раза вниз. Раз. Два. И маленечко приседаем в опорной ноге. Еще раз. Вверх выросли. Ногу выпрямили. Раз. Два. Согнули ножку. Выпрямили. Раз. Два. Выпрямили. Раз. Два. На следующую, на другую ногу, на левую. То же самое встаем. Поднимаем бедро. Вниз. Вниз. Выросли. Вниз. Вниз. Выросли. Вниз. Вниз. Обязательно двойной сброс. Раз. Два. И маленько приседаем. Очень важно. Следующее. Мы рисуем бедро восьмерку. Знак бесконечности. Как у нас выглядит знак бесконечности. Восьмерка перевернута. Ставим ножку на носочек. Представляем, что у вас здесь карандашик. Рисуем на стене или что у вас спереди. Восьмерку. Знак бесконечности. Знак бесконечности. Рисуем восьмерку. Раз бедром. Два бедром. То есть у вас получается. Вы присаживайтесь вниз. Снизу начинаем поднимать бедро вверх. Опускаем вниз. И снова наверх. Вниз. Назад. Наверх. Вниз. Вперед. Наверх. На другое бедро то же самое. Дышим. Обязательно дышим. И вниз, наверх, вниз, вперед, наверх. Вниз, наверх, вниз, вперед, наверх. Хорошо. Между этим у нас еще там будет движение качалка. Вспоминайте, как мы качаем бедрами, работая коленочками обязательно и, естественно, косточками. И завершающее движение коленная тряска. Поднимаемся на носок, падаем на пятки, начинаем трясти и завершаем таким красивым ударом вперед. Очень ярко так, вперед. Хорошо, повторим. Итак, мы завершили движение бочкой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Бисер. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Кач-кач-кач-кач-кач. Встаем на ключ. Раз, два. И раз, два. Нижний. Восьмерка, восьмерка. На другую ножку. Раз, два. Восьмерка, восьмерка. И еще раз. Раз, два. Восьмерка, восьмерка. И на левую ногу. Раз, два. Восьмерка, восьмерка. И завершаем движение с носочков на пятку тряска и удар. Протанцуем сейчас под музыку. Протанцуем сейчас под музыку. Ну а на этом движение наша связочка закончилась. Давайте сейчас посмотрим, что у нас в общем все получилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что, дорогие зрители, я вас поздравляю. Целая связка у вас в кармане. Вы можете использовать эти движения, этот танец и на торжестве где-то, и для себя. Я буду очень рада. Я буду очень рада видеть вас на наших следующих выпусках по восточным танцам. Всего вам доброго. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет, меня зовут Ольга Возовикова, и этим летом моим хобби будет уход за садом и огородом. Сегодня я покажу вам, как высаживать в теплицу помидоры, огурцы и перец, и поделюсь секретами, которыми когда-то со мной поделилась моя мама и бабушка. Приглашаю вас. Чтобы на вашем дачном участке был хороший урожай помидоров, существует несколько секретов. Для начала, что самое главное знать, это то, что помидорки при высадке нужно обязательно заглубить. Некоторые хозяйки делают это до расстояния практически 10 сантиметров. Посмотрите, какая хорошая у него корневая система. Зачем нужно заглублять помидорки? Потому что у них, посмотрите, здесь есть такие воздушные корни. И когда земля достигнет примерно вот такого уровня, они все разрастутся, и корневая система станет еще обширнее и лучше. Многие могут спросить, зачем мне вот этот сухарь нужен. Но секрет высадки помидоров заключается именно в том, что вот такой сухой хлеб на дне вашей лунки даст вот этим корням еще больший мощный рост. Это такая настоящая, очень хорошая подкормка. Поэтому в лунку мы кладем хлебный мякиш. Его можно не разламывать, он и так размокнет. Далее мы присыпаем древесной золой. Далее наливаем в лунку воды. И вот так все это делаем до образования такой кашицы. И прямо в такую кашицу мы должны посадить нашу помидорку. Далее мы ее заглубляем, заглубляем. Причем просыпаем уже сухой землей. Вот эту помидоринку мы будем садить прямо в горшочке, потому что это не обычный горшочек, а торфяной. Корни прорастут прямо через него. Вот так же, как у этого гладиолуса. Ничего особенного мы не делаем. Прямо в горшочке ставим вот в эту жижу и закапываем, немножко не забывая присыпать помидоринку сверху, слегка заглубляя ее. Все. Процесс высадки огурцов и перцев мало чем отличается от помидоров. Но есть свои нюансы. Например, перчик нужно высаживать гораздо позже, когда температура достигнет примерно 18 градусов, температура почвы. И число листиков на такой рассаде должно достигать 11-15 штук. Перчик можно заглублять, но не так много, как помидоры, примерно 5 сантиметров. А вот огурчики, несмотря на то, что у них есть воздушные корни, вы можете посмотреть вот здесь, заглублять ни в коем случае не нужно из-за возможности образования гнили. Всем дачникам я желаю богатого урожая, но не забывайте, что дача – это прежде всего отдых. До встречи. Добрый вечер. Меня зовут Жданович Вера Владимировна. Я педагог Центра дополнительного образования города Козыла. Сегодня на нашем мастер-классе мы с вами приготовим необычный, замечательный подсвечник. Для работы нам потребуется картон, можно взять гофрированный, можно обычный, карандаш, крышка, свечка и фисташки. Итак, приступаем к работе. Для того, чтобы сделать подсвечник, нам нужно с вами сделать сначала вот такую небольшую заготовку, куда мы будем приклеивать с вами непосредственно фисташки, скорлупки. Для этого мы берем любую крышку, любую подручную, круглый предмет, обводим его на картоне и вырезаем. В центр круга мы приклеиваем крышку. Это подставка под нашу свечку. В центр картонной заготовки приклеиваем крышку при помощи термопистолета. Подставка готова. Теперь нам осталось с вами обклеить наш подсвечник при помощи шкарлупок от фисташек. Приступаем. Я всегда начинаю с краев. Самый крайний. Круг. Фисташки можно приклеивать как наружу, так и внутрь. Я предпочитаю наружный круг делать выпуклым. Фисташка должна смотреть вниз. Так продолжаем по всему нашему картонному кругу. Вообще фисташки не коварные. Они же все-таки такие жирненькие. То есть у них основа миндаль. То есть миндальное масло. И они бывают очень часто отклеиваются. Ой, с отчетами с этими замучили уже. Нету совсем ни на что. Первый ряд закончили. Первый ряд фисташек мы сделали выпуклой частью вовнутрь. Теперь мы фисташки второй и третий ряд будем приклеивать выпуклой частью наружу. Приступаем. Нужно сделать два ряда дополнительно для нашего лотоса, подсвечника. Клеем много наливать не надо. Первый ряд внутреннего цветка нашего готов. Приступаем ко второму ряду. Старайтесь лепестки делать между друг другом. То есть два предыдущих, между ними следующий. Чтобы была гармоничность и ритмичность. Итак, мы с вами закончили наш цветок. Нам осталось с вами его только покрасить. Чтобы побыстрее закончить нашу работу, я предлагаю покрасить наш подсвечник баллончиком с краской. Вот надо сначала синим, потом свежим. Обычно так делают. Перламутровость, чтобы добавить. Наш подсвечник готов. Нужно только дождаться, когда высохнет полностью краска, и можно использовать его по назначению. Так, мы можем теперь вставить свечку. Вот такой подсвечник из обыкновенных фисташек у нас с вами получился. Всего доброго. Прекрасного вам вечера. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Крыльца Центра русской культуры 29 мая в 17 часов.